Итак, приветствую всех, кто зашел на канал Erzone Game. И сегодня мы с вами посетим один из проектов, который открылся совсем недавно. И называется он Crime Ground. Ну, в переводе, наверное, место преступления. Построенный данный проект, и вот тут уже начинается более-менее интересное. Построен он на базе игры Arma 3, но с элементами игры Arma 2. И на очень интересной, на мой взгляд, сборке, которая принадлежит французскому разработчику. Вот такой вот винегрет собран на этом проекте. Основой для этой французской сборки решили взять карту с Arma 2 Чернорусь. Естественно, по этой карте все объекты, они без взаимодействия. Поэтому здесь есть изменения, изменения именно по карте. Ну, а сейчас вы видите то место, где персонаж появляется. Это вокзальная площадь. Но это не главная площадь. Это просто вокзальная. Далее переходим к карте. Ну, а вот карта, она с какой-то стороны интересная, ну, потому что это нестандартная, так скажем. Это не Алтис, не Тоноа, это не Малден и не Стратис. Это вот такая вот карта Чернорусь с Arma 2. По карте надо сказать, что, ну, все достаточно печально. Во-первых, нету меню. Вообще никакого меню. Уж про интерактивность и говорить нечего. По крайней мере, вот на данный момент никакой интерактивности на этой карте нету. Присутствует всего два города. Это Черногорск и Электрозаводск. Все. Больше населенных пунктов, крупных населенных пунктов на этой карте нету. Но зато есть много, просто огромная россыпь, мелких деревень, поселков, ну, вот такого вот типа, как я сейчас показываю на карте. Есть промышленные зоны, но по городам вот такая вот скудность. Такая вот, вернее, скудность. Всего два больших города. Далее мы можем еще видеть, есть крупные населенные пункты, но это уже даже не города. И можно заметить, что не задействована карта практически, ну, ненасколько. Есть несколько точек взаимодействия, но все остальные точки, вернее, все скопление основных локальных таких вот точек взаимодействия, они в одном городе. Ни магазинов, ни еще каких-либо точек взаимодействия игроков на карте нету. Они все стоят в одном городе, на одной площади, я бы даже сказал вот так вот. Поэтому, ну, карта, она очень странная, неудобная, на этой карте нельзя даже рисовать. То есть, как мы обычно делаем это, да, зажимаем левый контрол и мышкой рисуем себе путь. На этой карте нет такой возможности, может быть, потому что она с армы 2, я не знаю, я не играл в арму 2, но здесь, на этой карте, рисовать абсолютно никак нельзя. Ну, и навигация на этой карте тоже никак не работает. Поэтому, ну, вот такое вот странное решение, конечно, с картой и взаимодействием карты. Не знаю, какие планы по этому поводу у разработчика, но на данный момент карта просто как картинка. Вот на нее можно смотреть, но никаким образом с ней нельзя взаимодействовать. Более того, в последнем из обновлений даже пропала метка. То есть, ставим на карте метку, да, способом Shift и левая кнопка мыши, и она тоже не работает. Но это, я думаю, просто баганулось, но в дальнейшем это, наверное, исправит, потому что поначалу, когда я зашел и на стриме, и вот, когда я здесь играл, метка работала. А вот сейчас она перестала работать. Ну, и последнее, здесь нету встроенного стандартного GPS. GPS здесь выглядит вот таким вот образом, как вы сейчас это видите. В правом нижнем углу вот такая вот карта. Скажу вам честно, лучше вообще без нее, потому что понять, что там нарисовано и куда нам надо ехать, абсолютно невозможно. Ну, а так как и рисовать на карте тоже нету никакой возможности, поэтому карта и вот этот GPS, встроенный в этот мод, в эту модификацию, тоже бесполезны. Ну, и если вот такая система, как рисование на карте, вот сейчас я пытаюсь это сделать, как вы видите, невозможно ничего нарисовать. Если это заблокировано самой карты, или может быть, Arma 2 не поддерживает такую функцию рисования на карте, то разработчик еще и не помогает с точки зрения разработки, потому что есть очень много иконок, разбросанных по карте, которые не подписаны. Есть места, которые даже не обозначены на карте. Но в дальнейшем мы это все увидим. Но это уже ошибки и, так сказать, косяки на самого разработчика. Ну, и давайте уже зайдем на сам проект, посмотрим на то, что будет нас окружать, атмосферность происходящего. Те, кто играют в Days или играли в Arma 2, то, наверное, узнают эту карту. Я же, как человек, не играющий ни в Days, не играл ни в Arma 2, для меня это все достаточно интересно и это свежо для глаза. Но тут другая палка о двух концах. На эту карту положена очень интересная, на мой взгляд, сборка. Сборка французская, в данном случае она уже даже переведена на русский язык, очень многофункциональная, но она очень и очень сложная. Как-то раз я уже сталкивался с этой сборкой. Если вот кому интересно, я сейчас дам ссылочку в правый верхний угол. Проект назывался, по-моему, Green Hill и он стоял как раз вот на этой вот сборке. Мне там писали в комментариях, что ты не разобрался, чтобы разобраться в этой сборке, нужно провести там 3-4 недели. Да, сборка действительно очень сложная, но как она выполнена здесь, как она вообще работает, какие есть функционалы у этой сборки. Давайте вот это все и посмотрим. Ну и начнем мы, наверное, с меню взаимодействия игрока через планшет. Здесь все выведено в планшет. Планшет, как выглядит, вы сейчас видите, но это выглядит он, например, на этом проекте. На том же Green Hill он выглядел по-другому. Он был больше, но принцип работы был все тот же самый. Ну, потому что сборка-то стояла та же самая. В этом планшете очень много функций. Начнем с того, что здесь есть тройная система оплаты. Оплата по безналу, оплата по дебетовой карте, то, что я не смог разобраться на стриме, и оплата наличкой. Наличка здесь выведена в физическую форму. То есть, то же самое, как и, например, вы покупаете пирожок в воду или какой-то добываете ресурс. Точно так же надо деньги выводить из банкомата пачками денег и ложить их к себе в инвентарь. Таким образом расплачиваться с другим игроком или с каким-то NPC. Либо же переводить наличку в банкомат, переводить на дебетовую карту и рассчитываться с помощью дебетовой карты. Также вы видите, сколько много здесь всяких иконок. Иконки докупаются. Каждое из приложений можно прямо здесь же в планшете докупить. И у вас горизонт ваших взаимодействий расширится. Вы сможете увидеть свою машину, вы сможете увидеть свое предприятие, Сбербанки. Вы сможете увидеть отображающиеся на карте заправочные станции. В общем, функционал просто огроменный. И вы все это можете докупать прямо не выходя из планшета. Точно так же вы можете покупать себе и лицензии через этот планшет, так сказать, онлайн. Мы покупаем и лицензии на вождение, и лицензии на трудовую деятельность. И тут же можно отслеживать свои предприятия. На этой сборке можно покупать свои предприятия. Пока их здесь немного. Но на том же Гриндхилле эта система была развита очень сильно. И там предприятий было много. Здесь же пока еще их небольшое количество. И не все они отображаются на карте. Ну и они очень плохо работают. Но это уже к тому, как работает над этой сборкой разработчик. Ну а если уж мы затронули тему предприятий, которые продаются на этом проекте, которым вы можете завладеть, если будете здесь играть, то выглядят они вот таким вот образом. Я покажу, например, одно, которое находится в центральном городе. Так сказать, в столице, наверное, Черногорске. Стоит это предприятие. Судя по названию, занимается оно нефтью. Это такой симбиоз, опять-таки, Армы 2 и Армы 3. Это вы можете видеть по зданиям. В принципе, сделано все очень красиво, здорово, ничего не багается. Узнаваемость есть. Если вы играли, например, на сборках MyLife, то вот вы можете узнать, что очень чем-то похожи эти предприятия, как они построены, как они выглядят. Это потому, что сборка MyLife тоже позаимствовала какие-то элементы вот с этой вот самой сборочки французской. Как называется эта сборка, честно говоря, вылетела из головы и уже сейчас, наверное, не полезу искать, как она называется. Вот так вот выглядит здесь предприятие. Достаточно интересно, красиво. Функционала, правда, очень мало, но весь функционал вашего предприятия выводится при покупке вам в планшет. И, в общем-то, все управление идет через планшет. То, что мы сейчас видим, это просто антураж, созданный разработчиками для того, чтобы не выглядело это просто голо. Ну, вот таким вот образом выглядят здесь предприятия. Достаточно интересно и красиво, на мой взгляд, сделано. Таких предприятий на данный момент как минимум три. Но, как я уже сказал, что работает это все пока еще не очень хорошо. Ну, а так как мне самому не удалось разобраться, как тут что работает, как тут багается, что поэтому я спросил у одного из игроков, как работает здесь предприятие, как вообще взаимодействовать с этим предприятием, как добывать какую-то руду или еще что здесь есть. И вот человек, например, мне рассказывал, как он съездил на алюминий. Вот только что-то баг, и что я идти. Квитанции-то уже накопилось, а продать их не могу. Пишет, типа, этот, у вас ничего нет. Подожди, подожди, можешь чуть-чуть поподробнее? То есть, ты берешь, во-первых, что надо взять, лопату или что, или кирку? Да, лопату берешь. Добывается алюминий лопатой? Да, рудар лопатой добывается. И дальше что, мы едем куда? На точку добычи, да? Сталилитейный заводик. Нет, добывать, добывать-то где его? А добываешь на вот этот, алюминиевая руда, карьера где? А, добываешь на алюминиевую карьеру, алюминиевую руда, сейчас подожди, я гляну, где это? Это, если от нас, то наверх по карте. Ага, все, нашел алюминиевую руда, вот жаль не нарисовать. Дальше что, добываешь и чего? Потом направо всталилитейный завод по карте. А на самого-самого море будет. И там чего? Там ты в воду переплавляешь в алюминиевые листы. Ну, у тебя вместе с алюминиевыми листами еще по количеству листа у тебя будут эти квитанции на прием. То есть, например, 4 листа, вот ты вот сделал 4 листа алюминиевых, и вместе с ним 4 квитанции на прием. То есть, тебе ничего не оплачивается, тебе дается квитанция, да? Да. И с этими квитанциями ты куда идешь? С этого, с литейного завода, ты вместе с алюминиевыми листами и с квитанциями вместе. То есть, у тебя и это, и то есть сейчас. Ты едешь на этот, вниз от цеха отгрузки алюминия. Ага. Там ты, ну, отдаешь и алюминий, ну, и листы, и вот квитанция на прием у тебя. Ты их отдаешь мужику на отгрузки, а он взамен тебе дает квитанция на оплату. Во, как сложно, да? А с этими квитанциями на оплату куда? Чуть ниже бухгалтерия предприятия, фиолетовая такая. Идешь в бухгалтерию с этими квитанциями, да, и тебе должны оплатить. Только вот я вот на последнем с квитанциями оплаты в бухгалтерии, ну, вот подскажу, все, там есть, ну, вот, меню у него приема квитанции на оплату алюминиевых. Нажимаешь, а у тебя там, у вас ничего нету, пусто. А, то есть не работает, да? Ну, походу не работает. Хотя по ценам, смотрю, цена меняется. По бирже, если смотреть. Ну, и вот, друзья, наверное, вы уже поняли, что здесь очень сложная система взаимодействия между игроком, предприятиями, предприятиями, которые еще не куплены, предприятиями, которые куплены. Еще один вид оплаты, это вот по квитанциям. Когда вы что-то производите, вам дается не только материал, который вы произвели, но еще и квитанции на их продажу, которые вы можете, в принципе, как физический объект, передать какому-нибудь другому лицу, и он уже их будет продавать. То есть очень интересные взаимодействия, но, к сожалению, ничего пока толком не работает. Вот человек жаловался, что он уже наделал листов, у него куча квитанций, но почему-то бухгалтерия этого предприятия не работает. Кстати говоря, мы разговаривали, если вы заметили, от первого лица. Почему-то в какой-то прекрасный момент перестали работать в предприятии, и перестал переключаться вид на третье лицо. Только от первого лица. В дальнейшем это уже исправили, и, кстати говоря, ввели еще много интересных фиксов, которые мы позже посмотрим. А сейчас же давайте отправимся за покупкой автомобиля. Автомобили здесь продаются как в магазинах, так и у частного лица, так и у барыги. Ну, барыга здесь стоит один, он торгует бэушным транспортом. На стриме я это показывал, но сейчас мы это еще раз посмотрим. Выглядит это вот таким вот образом. И тоже, кстати, не без багов. В какой-то определенный момент на всем проекте закончились машины, их вообще нигде не было. Это тоже происходит вот так вот раз, и оно есть. В дальнейшем мы еще это увидим на магазине грузовой техники, куда отправимся после. Ну, вот таким вот образом выглядит магазин. Опять же-таки, это вот меню магазина, это вот французский разработчик сделал. Не могу сказать, что оно какое-то интересное. Мне, например, оно не особо нравится. Не особо нравится, потому что стоит автопрокручивание, и я не знаю, есть ли возможность его вообще убрать. Мне больше нравится самому крутить машинку в нужный мне ракурс. Ну, а так, в целом, вот такая вот менюшка. Претензии только по мелкости написанного. Надо напрягаться, смотреть, где что какая строка. Информации очень много, но она, к сожалению, вот в очень маленьком окошечке представлена. В принципе, магазинчик прикольный. Вы можете смотреть как по названиям, так и нажать кнопочку 3D просмотр и смотреть уже вот на автопрокручивание, которое я, как уже сказал, не люблю. Вот таким вот образом выглядит магазин. Вот такое вот количество машин. Я же выбрал себе пятерочку. Пятерочка прикольная. В дальнейшем я еще покажу, как она выглядит и вообще, как устроен ремонт автомобиля на этом проекте. То есть, на этой сборке. Вот почему я говорил, что эта сборка очень интересная. И почему какие-то элементы с нее взяли разработчики проекта MyLife. Вот здесь сделано все. Это, можно сказать, тот же самый MyLife, только очень упрощенный. Ремонт машины здесь тоже очень интересен. Но пока мы двигаемся на поле для выращивания помидоров. И пока я вам показываю, как выглядит моделька пятерки. В общем-то, достойно выполнена. Надо сказать, что все очень просто. И вообще, модели на этом проекте очень простые. Не надо ждать, что здесь будут какие-то высокополигональные текстуры. Нет, все очень простенько. Такое вот вы сейчас это все видите. Пока мы едем на поле с помидорами, надо сказать, что понять, как надо сажать помидоры, как их надо собирать, абсолютно невозможно. Это уже касаемо самой сборки, того, как автор подходит. Вообще, надо купить семечки. Но чтобы купить семечки, надо, я не знаю, каким-то образом понимать это. Каким-то третьим чувством надо ощущать, что тебе надо купить семечки, надо купить удобрения. Ни одной метки, где продаются семечки, где продаются удобрения, вы не найдете на карте. Как я и сказал, разработчик почему-то не ставит метки на карте, не подписывает. Разобраться очень и очень сложно. Анотации никакой нет. Я путем проб и ошибок сначала съездил на это поле, понял, что там нечего собирать, поехал искать семечки, случайно нашел их в магазине, купил эти семечки, вернулся. И вот то, что вы сейчас видите, как это вообще происходит. А происходит следующим образом. Мы просто подходим на какое-то место, любое место вот в этой области, в области этих парников. Нажимаем кнопку Windows и он автоматически сажает. Если у вас есть удобрения, он автоматически еще и удобрит. Если нету, то просто посадит. Разница только в скорости роста этого растения. А оно реально растет. Вот вы сейчас это видите. Я посадил зернышко, появляется маленький кустик, потом он растет, 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 растет. И уже с большого куста мы можем собирать почему-то, кстати, ящики. Собирается ящиками, ну и естественно грузим в машину. В машину помещается меньше, чем в рюкзак. Но это проблема не только этого проекта, это вообще проблема многих серверов. Почему-то в рюкзак помещается больше, чем в машину. Глупо, но так практически везде это устроено. Вот собираем, но надо сказать, что по экономике это вообще никак не выгодно. Проще стоять на месте и ждать, когда вам накапают денежки, чем ездить, тратить топливо, тратить свое время и заниматься этим. Разница между тем, что вам придет на халяву 5,5 тысяч и вот этим вот, всего 1 тысяча рублей. То есть вы заработаете 6 тысяч на продаже помидоров. Ну вот на такой вот машине, как у меня. Ну и даже если чуть-чуть побольше она будет. То есть по экономике тоже есть вопросы. Я предпочел просто стоять на месте, чем заниматься вот этой вот хироборой. Хотя хиробора, надо сказать, выглядит прикольно. Вот этот рост помидоров, причем реальные помидоры, выглядят, ну все очень антуражно и красиво. К этому вопросов вообще нету. Ну а я же далее поехал продавать собранный мной урожай, но к сожалению я так и не добрался. Я разбился. И вот тут я нашел и плюс, и минус этого проекта. Плюсом является то, что посмотрите, хоть и черно-белая картиночка, да, потому что я пострадал, но модель мятая. Модель машины мятая. То есть после ДТП. То есть значит у каждого вида транспорта есть по 2 модельки. Целая и битая. Опять вспоминаем MyLife. Только там были бэушные машины, да, из которых вы могли сделать новую машину. То есть тоже прописано по 2 модельки на каждый вид транспорта. То же самое и здесь. После ДТП машинка превращается в мятую. Но починить ее вы на месте не сможете. Ну, к этому мы вернемся чуть позже. А из минусов. При таком столкновении, столкновение было не сильное, на скорости где-то примерно 60-70 километров, я очень сильно почему-то пострадал. И так как нету медиков, мне ничего не оставалось, как откиснуть. Где найти медикаменты я не нашел. Вот не нашел. Как и медицинский центр работает очень криво. После смерти у вас пропадает все. На проекте нету так называемой зоны смерти. Да, черного круга, куда вам там в течение получаса нельзя заходить. Здесь такого нету. Как только вы откисли, вы теряете все. То есть, ну, нету смысла возвращаться за своими вещами. Потому что все, что у вас есть, все пропадет. Рюкзак, шмотки, деньги. Нет, лицензии остаются. Не буду врать, лицензии остаются. А вот все, так сказать, физические объекты, они у вас пропадут. То есть, после того, как вы появитесь в медицинском центре, и отстоите там, ну, минут 20. Вам придется стоять, лечиться минут 20. Это если нету медиков на проекте. Как будет с медиками, я не знаю. Но мне пришлось по 20 минут. Откисал я раз в 6, наверное. Вот и умножайте. По 20 минут вы стоите возле кровати в медицинском центре, который, кстати, тоже багмантый. Все входы и выходы закрыты. В медицинский центр не зайти. Есть один черный ход, который я с трудом нашел. Вот через него можно попасть в медицинский центр. Почему так? Да хрен знает. Тут опять вопрос к разработчику. Ну, вот таким вот образом я нашел и плюс. Мне понравилось, как разбивается машинка. И минус. Вы умираете, теряете все, и очень-очень долго ждете своего выздоровления. Зачем так сделано? Да вот хрен его знает. Ну, а теперь по ремонту машины. И сейчас вы видите, как это выглядит. Взаимодействие через кнопку Windows выскакивает вот такая вот табличка, которая гласит о том, что, ну, в общем-то, я разбил все. И вплоть до того, что у меня мертвый двигатель. То есть все, он заглоп. Мне машину не завести. Что же надо делать? Ну, я-то разобрался. А вот что делать новичку, хрен его знает. Ни одной точки на карте, обозначающей ремонт машины или продающиеся запчасти, ничего нету. Вот сиди и думай, как это все починить. На месте починить не получается. Я совершенно удивительным образом случайно просто проезжал мимо и заметил вот такой вот объект. Как вы видите, ничем не примечательный. Абсолютно невзрачная зданица, которую можно встретить на любом проекте Altis. Просто из любопытства обзорщика я зашел вовнутрь. И каким же было моим удивлением, что вот этот синий ящик, это оказывается магазин. Но как я об этом должен догадаться? Запчасти к машине продаются на заправке. Туда бы еще можно было бы зайти. И в принципе, в поисках запчастей я туда-то и заглянул. Но вот в этот магазинчик я зашел абсолютно случайно. А оказывается, здесь продается ремонтный набор, гаечный ключ и еще какая-то хрень, с помощью которой вы можете починить свою машину на 39%. Не больше. Чтобы починить больше, нужно покупать запчасти. Ну, а тут вступает в роль экономика. Двигатель, например, стоит 30 тысяч. А машина вся целиком стоит 22. Ну, вот смотрите сами. Есть ли какой-нибудь в этом смысл? Как я и сказал, с настройками экономики тоже есть ряд проблем. Но не в этом-то сама суть кроется. А кроется в том, что разработчик не старается делать так, чтобы игроку было понятно. Я еще раз скажу, что я абсолютно случайно подошел к этому синему ящику. А вот игрок, с которым я разговаривал, он даже и не знает об этом. Хотя провел здесь времени гораздо больше, чем я. И возвращаемся к ремонту машины. Если вы не купили запчасти, которые вы сейчас видели на заправочной станции, стоимость и какие запчасти продаются, то вы можете купить гаечный ключ, ремкомплект и, в принципе, починить машину до состояния, к которому она будет передвигаться. Передвигаться она будет хреновенько. Разгоняется там до 60 километров максимум, но, тем не менее, вы сможете передвигаться. Да, чтобы восстановить машину полностью, нужно купить весь набор запчастей, ну, а это совсем другие денежки. Но, тем не менее, вы можете с помощью набора инструментов и гаечного ключа починить. Надо сказать, что набор инструментов вечный, потому что я купил 3 штуки, 3 штуки у меня и осталось. Как об этом понять? Опять, ну, хрен его знает. Я покупал по количеству поломок, то есть 2 передних колеса плюс двигатель. 3 комплекта я взял. А оказывается, они вечные. Они не ломаются, они не кончаются. Ну, вот как об этом можно догадаться? Ну, я не знаю. Поэтому у меня очень много вопросов по разработке данного проекта. А вот как это сделано, мне очень и очень понравилось. Сама задумка и сам исполнение, механика исполнения ремонта сделана прикольно. Количество запчастей, сами запчасти, список, нужный инструмент, ремкомплект, запчасти. Все это покупается, ставится, и машина у вас на глазах преображается. Да, она не без багов. То есть, когда мы смотрим на машину, я поставил лобовое стекло. Когда я сажусь, лобового стекла нету, а боковые, наоборот, появляются. Смотрим назад, сзади стекла нету. Выходим, оказывается, нет. Есть стекла сзади, а нету спереди. Ну, вот такие вот баги, они как бы терпимые по сравнению с тем, что вот хрен ты найдешь, где это все купить. Вот это уже баг, который относится напрямую к разработчику. Ну, и повторюсь, что сама система поломки и починки автомобиля прикольная и уникальная. Не часто такое встретишь. Задумка интересная, но осталось только воплотить это в жизни, чтобы это не было таким геморроем для игрока. Потому что, действительно, найти, понять это все очень сложно, а меток на карте и какого-либо разъяснения нигде нету. Ну, и ладно, мы отправляемся дальше и следующий у нас будет в магазин покупки грузового транспорта. Тут называется совхозная техника или колхозная техника. В общем, это все так же, как и было когда-то на Бекетове. Все так же перекочевало и сюда. Напомню, что у разработчика был до этого проект тоже в русской стилистике и назывался он проект Бекетов. Ну, и подъезжаем мы к нашему месту, где продается транспорт. Ну, антураж, я бы сказал, такой себе, но здесь есть много других косяков. Во-первых, растительность, которая растет вокруг этого гаража, в котором продаются машины. Растительность на примере заборов. Эту растительность нельзя пройти, можно перешагнуть или надо сбивать эти цветочки машиной, иначе не пройти и не проехать. Следующее, заходим в сам ангар и вот тут, пожалуйста, вся техника, которая есть. Ну, опять она не лишена багов. Из той техники, которая здесь представлена, какая-то не прописана в базу данных проекта. В списке она есть, а в базе данных ее нету. И если вы нажмете случайно на тот самый транспорт, которого в базе данных нету, то зависает весь транспорт и не отображается вообще никакой, чтобы вы потом не нажимали. Нужно еще раз перезайти, но не в игру, а в это меню перезайти еще раз и стараться не нажимать те машины, на которых эта менюшка багается. Ну, а сам список транспорта вы сейчас видите. В общем-то, здесь ничего удивительного нету. Представлено в основном отечественный транспорт, грузовой, ну, такой, я бы уже сказал, подзаезженный. Он встречается на большинстве проектов. Я не могу сказать, что этот транспорт плохой. Здесь вообще весь транспорт, который есть на этом проекте, он такой вот среднячковый. Он прикольно выглядит, но вот по текстуркам он такой среднячковый. Это сделано для того, чтобы вот этими модмейкерскими машинками не нагружать сервер и не просаживать FPS. Хотя надо отметить, что здесь есть магазин с иномарками и уже с такими достаточно высокополигональными машинами. Но вот в этом магазине не представлен вот такой вот транспорт. Ну и как я сказал, не лишен и этот магазин каких-то багов. Ну и с растительностью на проекте надо что-то делать, потому что эти ромашки хрен собьешь даже машиной. Вы это сейчас видите и видели. Далее же надо отметить, что экономика, как я сказал, не настроена. То есть вот эту сумму, которую представлены в магазинах, на самом деле нафармить достаточно сложно. Поэтому машинку покупать здесь сложно. Мы скинулись с человечком, который здесь уже какое-то время играет, для того, чтобы показать вам, какой еще есть здесь вид транспорта. И вот, кстати, на этом же примере могу вам показать, как здесь вообще это работает взаимодействие между игроками в финансовом смысле. Для того, чтобы нам скинуться, мне нужно сделать следующее. Пройти в банкомат, перевести мои деньги с безнального расчетного счета на дебетовую карту. С дебетовой карты, сумму, которая у меня на дебетовой карте, мне нужно купить уже пачки денег, наличные пачки денег и переложить их к себе в инвентарь. После этого мне нужно войти в взаимодействие с этим персонажем, с игроком. То есть нам надо представиться, показать друг другу паспорт, чтобы мы знали друг друга. Заходим в меню, нажимаем обмен и уже как физический объект я эти пачки денег перетаскиваю к нему в инвентарь. Я нажимаю обмен, он соглашается и все. Эти физические пачки денег перенеслись к нему. Теперь он в свою очередь эти пачки денег переносит в банкомат и следующим шагом переносит их на свою дебетовую карту. После чего он уже может рассчитываться. Вот такая вот интересная и в какой-то мере может быть даже сложная система взаимодействия и расчетов на этом проекте. Вот мы с ним скинулись для того, чтобы ему купить вот такой автомобильчик. Автомобильчик, надо сказать, прикольный. Это пазик. И вот, когда я делал обзор на проект Монополия, я как раз и имел в виду, что вот там есть работа водителя автобуса. На проект Монополия можете посмотреть по этой ссылочке обзорчик. Там есть работа водителя автобуса, но автобус там вообще никудышный. Он очень низкий и для алтийской карты он неприспособленный. А вот такой вот пазик как раз бы туда подошел. Но здесь этот пазик продается просто как грузовая машина. Опять же таки, вот это место я ему показал, вот этому игроку. Он даже и не знал, что оно здесь есть. Оно не отображено на карте. Вообще, этого человечка может увидеть только случайный игрок. Вот как я. Я его случайно увидел, подошел, нажал взаимодействие, оказывается, он продает транспорт. Как об этом должен игрок догадаться? Я не знаю. Почему нельзя сесть и расставить метки на карте? Иногда это просто до какой-то трясучки выводит из себя. Вот пример того, что игрок, которому я вот этот, мы скинулись и мы ему купили этот автобус, он даже не знал, что здесь такое есть. Он купил газель у бэушного торгаша. А здесь такая же газель стоит, по-моему, даже дешевле и вместительность в нее больше. Но он об этом не знал. И я об этом не знал. Да никто об этом не знает это случайно нашли. И таким образом вот такой вот автобусик мы ему купили. Смотрите, как выполнено красиво и какой вообще прикольный автобус. А он еще и по вместительности, по слотности гораздо больше, чем, например, представленный грузовой транспорт в магазине в колхозной технике. Но это и, скорее всего, тоже косяк разработчика. Скорее всего, он не знает, сколько слотности у этого транспорта, сколько слотности у того. Надо вообще отметить, что на проекте нету каких-то огромных машин по 2 тысячи слотов, по 3 тысячи слотов. Нет, здесь вся слотность такая вот 250, 300, 400, может быть, 500 слотов. Я, кстати говоря, не заходил в магазин иномарок, не смотрел, но, может быть, вот там слотность побольше. А так вообще слотность очень низкая. Ну, это вот как бы фишка этого проекта, наверное. Тут не разгоняют машины до безумных размеров. Ну и далее переходим к недвижимости. На стриме, когда я заходил сюда и говорил, что проект интересный, выглядит все красиво, но все вокруг картонное. Разработчик как будто бы услышал мои слова и вот уже сейчас и буквально когда я начал монтировать вот это вот видео, зашел в группу и увидел объявление о том, что на проекте можно покупать дома в любой деревне. Я специально зашел и да, действительно, это так. Дома появились, дома функциональные, то есть, в которые можно зайти, не такие картонные, правда картонные тоже остались, это видно. Есть и картонные дома, в которые невозможно зайти, принадлежащие карте Арма 2 или может быть Дейзу, не знаю, но появились и дома с Ливонией, точно такой же архитектуры, но в которые можно зайти. Сейчас вы это видите. Есть дома даже с мебелью, прикольные, их правда немного, только вот такая модель дома с мебелью, остальные все без мебели. К сожалению, опять к разработчику претензии, но это даже, наверное, не претензия, это, наверное, претензия к тому, как он расставил их просто по координатам, насколько я могу судить, потому что в какой бы дом ни зашли, мы видим вот такие баги, которые вы сейчас видите. Практически в любой дом заходим, он либо низко посажен, либо он прямо на забор наехал, ну, либо еще какой-нибудь баг. Поэтому работы по карте на этом проекте просто, ну, огромное количество. Работать, работать и работать. Я думаю, что не один месяц уйдет на эти все исправления косяков. Ну, а мы, наверное, на этом и будем заканчивать. Данная сборка, данный проект, он очень большой за счет той сборки, которую использует разработчик на своем проекте. Ее можно показывать, я не знаю, часами, днями и, наверное, ни в одной серии. В одной серии не уложишься. То же самое мне говорили, когда я показывал проект Green Hill. Да, действительно, эта сборка французская, очень сложная, большая, многофункциональная, с огромным количеством интересных, уникальных решений. всего здесь не покажешь. Если кому-то интересно, кому-то понравился обзор или этот проект, то заходите, попробуйте сами, поиграйте, получите свое удовольствие, отыграйте RPS, если захотите. Ну, а у меня, наверное, на этом все. Спасибо всем, кто заглянул и всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok